Памятник Первая страница в нашей работе – это его сооружение и его размещение в том месте, которое уже одобрено всеми и участниками этого памятного мероприятия по закладке камня. Да и потом уже массу отзывов мы получили о том, что это решение соответствует той идее, которая была выдвинута Владимиром Владимировичем Путиным по воссозданию образа разрушенного памятника в Кутаисии. Ветеранская организация рассматривала здесь, в этом зале славы, все варианты памятников и те, которые присутствуют здесь, представлены и дополнительные были. И в общем обсуждение и мнение свелось к следующему, что конечно нам предстоит решить непростую далеко задачу, тем более короткое время такое. Проделана огромная, конечно, работа и в общем мнение большинства сходится все-таки на том, чтобы одобрить как основу вот этот 11 номер памятника. Надо показать, так сказать, наш негатив борьбы против вандализма. В какой-то степени этот вопрос уже решен, так сказать, то, что мы напоминаем кутаисскую, так сказать, аббреватуру. Но надо, чтобы все это было ясно тому зрителю, который придет впервые смотреть этот памятник. Буквально несколько цифр, которые сопровождали нашу работу с момента нашего предыдущего заседания. С 5 апреля по 25 мая был проведен конкурс на лучший проект памятника. В конкурсе приняли участие более 30 творческих организаций и скульпторов. Было выставлено 25 проектов в выставочном зале Москомархитектуры. Конкурс получился международным, потому что проекты были и в Грузинске, и из Белоруссии. Экспертная группа Москомархитектуры, согласно условиям конкурса и регламенту, определила 6 лучших номинантов, которые сегодня представлены на выставке. И со 2 июня эта выставка работает. Ее посетило более 5 тысяч человек, и более полутора тысяч человек приняли участие в голосовании. Проводя эту работу, мы еще раз убедились, что совершенно правильно была выработана интонация в борьбе против фашизма. Мы были вместе. Люди очень активно поддерживают именно вот такое направление нашей работы. И это подтверждает и то, что более 6 тысяч человек сегодня перечислили средства на счет фонда, и более 230 организаций наполнили фонд финансовыми средствами. Сегодня на счету фонда более 7 миллионов рублей. И как вы знаете, 5 июня эту выставку посетил председатель правительства, председатель партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин. Я очень коротко хотел бы сказать, что одиннадцатый проект, как представляется, он соответствует полностью тем критериям, которые изначально были выдвинуты в ходе формирования Общественного совета и Победительского совета. Во-первых, он должен копировать в своей форме разрушенный памятник, а во-вторых, он должен являться произведением искусства и объединяющим символом, объединяющим все нации, которые составляли мощную нацию, советский народ. Поэтому оба этих принципа, которые были изначально заявлены, они содержатся в этом памятнике. Это первое, что кажется. Второе, насчет количества людей, которые вот на этом монументе. У нас, к сожалению, как мне кажется, мало монументов серьезных, тем более посвященных войне, которые представляли собой многофигурия. Есть мощные такие монументы, как на Маваевом кургане, как в Бресте, но они объемные, но представляют как бы один персонаж. А вот много персонажные, как вот, например, на великом памятнике тысячелетия Руси, который у нас есть, который был установлен, где содержится исторический личность, таких у нас мало. А вот посмотреть, действительно, поработать с фигурами различных национальностей, чтобы люди приходили, смотрели, всматривали из памятника, они просто так пришли, посмотрели и ушли. Чтобы они могли прочитать, откуда эти люди. Может быть, как вот предлагалось раньше написать на языках страны нашей, Советского Союза, вот этот вот как раз лозунг борьбы против фашизма, были вместе, у нас же 160 языков, почему не использовать этот момент? Это своего рода символ нации, о котором мы говорим сейчас, не только символ победы в войне. Поэтому, уважаемые члены Советов, мне кажется, что, конечно же, повторяясь, одиннадцатый номер, без сомнения, лидирует, вот в моем понимании, перед проектом, но с небольшой доработкой и усилением деталей вот в этой мощной композиции, я думаю, он будет очень интересен, но над этим надо поработать. Среди работ, кроме той, которая явно предпочтительна, есть еще очень талантливые, интересные работы. И вот, увидев, например, работу номер два с поездом, я не смогу уйти отсюда спокойно, если я не буду мечтать о том, чтобы вот эта вот скульптурная группа появилась где-то в Москве. Не здесь, не на этом месте, но где-то в Москве. Потому что тема поездов победы, мы ее разрабатывали с вами, и знаем, что это одна из самых таких собирательных тем Великой Отечественной войны. И поезд победы, это есть поезд победы и с этими птичками, и с этими цветами, и с этими встречами, и горькими радостными событиями. Поэтому мне кажется, что точно так же, как работу вот с этой теплушкой, работу с письмами и, может быть, еще какие-то другие, может быть, надо в перспективе не только наградить дипломами или там какими-то поощрительными призами, но и обязательно подумать о том, чтобы их разместить где-то в Москве, в будущем. Подводя общий итог по различным аспектам нашего обсуждения, я думаю, что, конечно, если мы говорим о концепции, это нужно как бы внести соответствующее предложение тем архитекторам и скульпторам, которые вот предложили этот вариант. Нам нужно все-таки им порекомендовать сделать его более концентрированным на главные фигуры, чтобы не было вот этого, знаете, растворения, растворения внимания, растворения, и нужно сконцентрировать внимание на той главной цели. А главная цель, главная цель здесь, вот две фигуры, Егорова и Гонтария, которые на куполе Рейхстага водрузили знамя победы. Продолжение следует...